Привет, друзья! Это новостной, немного бомбический подкаст на канале Gaming за 30. Не буду ходить вокруг да около. В общем, кто не видел, вот так теперь будут выглядеть новые черепахи. Это то ли кадр из мультика, то ли тизер-арт, но факт остаётся фактом. Такова новая внешность знакомых нам с детства Teenage Mutant Ninja Turtles. Если верить данным из сети, ну мы же должны им верить, для чего-то же они туда утекают, до конца текущего 2018 года появится новый сериал из 26 эпизодов под названием Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, где зрителей ожидают внимания. Темнокожая и очень помолодевшая Эйприл, огромный Рафаэль, похожий на лягушку Майк, какой-то совсем странный Леонардо, ещё более совсем странный Донателло и... Я не знаю, показать вам это или не стоит. Ну, в общем, держитесь. Учитель Сплинтер. Сюжет держится пока в тайне, но известно, что упор будет на магию и всякие мистические штуки. Главным врагом назначили некоего барона Драксума, воителя, одержимого идеей сделать всем плохо. А ещё вот эта организация очень просит Никелодион, чтобы черепашки стали веганами и кормили их только овощной пиццей. Но это пока не точно. Вы, наверное, ещё обратили внимание на оружие. Ну, вот с этим тут вообще беда. У Лео теперь всего один меч. Раф дерётся двумя полицейскими дубинками. Правильное название Тонфа, хотя до этого всегда были Саи. Майк сменил нунчаки на аналог утренней звезды. Донателло теперь мастер булавы. Эйприл владеет волшебной зелёной битой. А Сплинтер... ну, просто урод с кривой палкой. На данный момент это вся имеющаяся информация. Возможно, это тоже пока не точно. За то, что ТМН Тейсы и причастные вдруг стали такими красавцами, стоит благодарить вот этого дядю, которого зовут Энди Суриано, ответственного за дизайн персонажей Самурай Джек. Ну, вы поняли. Вероятно, здесь ещё сыграла популярность перезапуска утиных историй, которые тоже смотрятся, ну, как бы это сказать, коряво. И, может, теперь такой стиль рисования вообще стал неким современным трендом? В любом случае, мне, как зрителю, выросшему на самом первом классическом мультипликационном сериале про черепах, видеть, что творят с ними разные студии, не особо радостно, потому что они визуально всё дальше и дальше от того образа, который мне нравился в детстве, в 90-х. А уж то, что стало выделывать с ТМН Тейнки Лодион, вообще какая-то фрикота. Хотя я слышал отзывы, что как раз последний сериал-то про них и неплох. Наверное, из большой любви к франшизе можно многое простить. И очередной перезапуск, и другое оружие, и чернявую Эйприл, и то, что они уже не кричат «Кавабанга». Но со Сплинтером-то что вы сделали? Почему он из умудрённого опыта мосединами благородного старца-наставника превратился в гибрид мастера Шифу и опоссума из Ледникового периода? Неужели этого требуют тренды? Он даже близко никогда таким не был. Если вдруг кто-то из зрителей читал «Черепаховый суп» — это сборник небольших иллюстрированных историй под патронажем самих Истмана и Лерда, то наверняка видели, что уже в конце 80-х сторонние авторы рисовали черепашек по-своему, то есть фишка с постоянным изменением внешности героев не шла в разрез с замыслами создателей. Но до сего момента во всех сторонних работах, я имею в виду мультфильмы, игры, комиксы, те, что нарисованы не Истманом и Лердом, чувствовалось уважение к первоисточнику. Оно чувствовалось ровно до того момента, пока франшиза не попала в руки к Никелодиону. И почему именно перезапуск? Можно ведь и кроссовер интересный снять, и маленьким детишкам, на которых нынешний правообладатель ориентируется, это бы тоже могло очень понравиться. Напишите в комментариях, как вам внешне новые черепахи, будете их ждать, смотреть, и какие из уже вышедших вам нравились больше всего. С вами был Саша, ставьте лайки, если понравился подкаст, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и подкасты на Гейминг за 30. До новых встреч!